В конце всех эпичных игр, фильмов и книг я часто задавался вопросом, а есть ли жизнь после этих событий, как мир и самое главное главный герой может просто так взять и вернуться к обычному порядку вещей, в обычную жизнь, когда переживаешь такое. Тут даже вопрос в психике, которая травмирована пережитым, что говорить о спасении мира в одиночку, если даже обычные солдаты, многие из обычных солдат, если быть точнее, страдают ужасным посттравматическим синдромом, пройдя через военные действия и не могут просто так вернуться к обычной жизни, я такого рода вещи не переживал, не воевал и надеюсь я и мои дети не познают ужасов войны, да и спасать мир мне пока не приходилось, разве что в играх. И вот тут та самая дилемма, как можно играть в игры после прохождения Ведьмак 3, когда большинство из них теперь кажутся серыми и какими-то недоработанными. Впрочем, есть и исключения, одной из таких игр является Средиземье Тени Мордора, о ней мы сегодня и поговорим. Привет ковбои, моё имя Эвойс Эребус и сегодня на стримах мы активно проходим Тени Мордора. Впереди нас ждёт битва с двумя оставшимися злодеями и два дополнения про Великую Охоту и историю Килибримбора, но обо всём по порядку. Для тех, кто не знает, Средиземье Тени Мордора это игра 2014 года, повествующая о приключениях Скитальца, примерно такого же, как и Арагорн, только нашего зовут Талион и он умер. А точнее, был убит прихвостнями Саурона, Чёрной Рукой, Башней и Молотом, между прочим, это всё почти люди, в рамках жертвоприношения и проведения Тёмного Обряда. А заодно, в тот момент были упокоены и его жена с ребёнком. Только вот Талион, как я и сказал выше, умер, но был отринут смертью и связан кровавыми узами с неким духом-эльфом, и им вместе придётся познать своё прошлое и устроить своё будущее. Завязка печальная, но в принципе, первые 15 минут игры это и есть весь сюжет, который в последующем можно охарактеризовать как «Я мстю» и «Мстя моя страшна». Но игра, слава богу, не про это. Игра про мега-бодрое, крайне зрелищное убийство уруков, типа, такие более продвинутые версии орков, если кто не знает, с помощью достаточно большого и красочного арсенала боевых умений Талиона как воина и Килибримбора как духа эльфа, используя для этого свой меч в виде основного оружия, обломок меча сына в виде дополнительного скрытого кинжала, а также теневого лука от Килибримбора. И постепенно, уничтожая сначала рядовых воинов, потом капитанов, вождей, а затем и вожделенных прихвостней Саурона, вы не заметите, как и вовсе пройдёте игру. Талион обладает достаточно интересной линейкой прокачки по двум направлениям. Первая касается обычного боя, мечи, добивания и прочее. А вторая способности духа, в рамках которых мы, например, получаем возможность порабощать орков, заставляя их сражаться на нашей стороне. Помимо этого, Талион прокачивает базовые параметры себя, увеличивая хп, сосредоточение, количество стрел, а также рунных углублений в своём оружии. Кстати, тема с рунами крайне хороша, ведь в отличие от того же Ведьмака, они просто невероятно полезны. Выбиваются из капитанов и вождей и могут при правильном подборе сделать тебя машиной для убийства, которая будет восстанавливать тебе все расходники, в том числе и хп. Впрочем, ты ведь и так играешь за бессмертного охотника-странника, из рода нуменорцев, шедеврально владеющего клинком, не говоря уже о духе древнего могущественного эльфа, который сидит в тебе. Кстати, игра 2014 года, неплохо оптимизирована и несмотря на то, что сейчас выглядит уже немного устаревший, всё равно радует глаз, хотя на такие закаты, как Ведьмаке, можете не рассчитывать. Вообще, я являюсь любителем мира Средиземья, читал книги Властелина колец и каждый год стараюсь пересматривать трилогию, а потому играть или не играть вопрос не стоял. И в самом начале игра прям захватывает, особенно тогда, в 2014, графон, огромный мир, потрясающая боёвка, невероятно проработанные орки, не говоря уже о Килибримборе, голуми и атмосфере пустынного выжженного Мордора. Но, проходит несколько часов игры и ты уже прошёл сюжетку первой локации. Локации, которые, несмотря на размеры, невероятно не разнообразны. Наслаждаясь боёвкой, ты, конечно, продолжаешь собирать коллектабл предметы и выполнять дополнительные задания, которые даже не задания, а просто испытания в формате убей тех вот таким вот способом. Но вскоре и это начинает надоедать, а не захватывающая сюжетная линия даже не особо гонит тебя вперёд. Ведь ты и так, даже играя первый раз, прекрасно знаешь, чем всё кончится. Да даже бессюжетный Дарк Соулс и более интересный в сюжетном плане, чем Мордор. Единственное, что заслуживает внимания с точки зрения сюжета, это крайне атмосферные вьетнамские флешбеки Килибримбара. О том, как он забил свою семью, сковал три эльфских кольца и то, как помог Саурону сковать кольцо Всевластия. Всё. Ладно, давайте пройдёмся по базовым характеристикам игры и попробуем её более-менее оценить. Про графику. Даже сейчас текстурки смотрятся неплохо. Кстати, с комплектом игры есть возможность скачать текстурки ещё большего разрешения. Правда, с ними, говорят, игра страшно глючит, хотя никакого визуального улучшения не видно. Но вы всегда можете это просто попробовать. Про стиль. Атмосфера у игры есть. Музыкальное сопровождение неплохое. Заглавная тема тащит. Поведение и отрисовка орках просто невероятно. Но это лишь в первые пару часов игры. Потом локации начинают казаться однотипными. К оркам привыкаешь, и они повторяются. Музыка приедается. А внешность Сталиона так вообще лично меня бесит. А смотреть на неё приходится постоянно. Не понимаю почему, но по мне так он как-то нескладно сложен. Про оптимизацию. Лично у меня она не вызывает никаких нареканий. Особенно сейчас. Никаких вылетов, всё работает плавно и нормально. Кому интересно, мои характеристики компа в описании под видео. Сюжета в игре нет. Назвать в самом начале игры трёх противников и убивать их в течение нескольких часов, это не сюжет. Я когда думал играть в Тени Мордора, планировал снять видео с рассказом о сюжете. Ну, для тех, кто не играл сам и кому неудобно смотреть прохождение. Но нет, там нечего рассказывать. Плюс можно поставить только за вьетнамские флешбеки. Геймплей отличный. Очень хорошо заходит поначалу, но быстро надоедает уже через несколько часов. Хотя после перерыва ты вновь хочешь вернуться в мир Мордора и продолжить рубить орков. Но в любом случае разнообразие возможностей взаимодействия с миром сильно не подвезли. В итоге Тени Мордора игра контрастов. Как будто кто-то создал персонажа Fallout и все очки навыков распределил только в силу и здоровье, забыв об интеллекте. Игра как школьник или ситх не приемлет компромиссов и серых оттенков. Только хорошая боёвка и только полное отсутствие сюжета. Который даже не имеет прямого каноничного отношения к миру Властелина Колец и Хоббиту. Опираясь только на некоторые связывающие линейки по типу Колец Силы, Килибримбара и Голума. Так что даже так ничего нового вам игра не расскажет. Но при этом, несмотря на все очень явные минусы, игра завоевала нереальное количество наград и была тепло принята очень многими. Более того, буквально скоро, уже в октябре 2017-го, выходит вторая часть под названием Средиземье Тени Войны. Где я надеюсь, разработчики лишь улучшат и разнообразят геймплей, но что важнее, поработают над минусами, подняв их хотя бы до приемлемого уровня. В итоге, могу сказать, что такой подход к играм это лучше, чем жидкое непонятно что. Когда пытались сделать всё на 5 с плюсом, потом снизили планку до троечки, а в итоге получается полный шлак. В Средиземье Тени Мордора есть очень яркие и сильные стороны. Боёвка, геймплей, хорошие, хоть и не самые сильные и умные противники. Скажем так, сама система врагов очень интересная. Нестандартные умения главного героя, которые сказываются на геймплее, когда игрок может потратить часы и даже дни на игру только с ними. Например, захватывая власть на огромном количестве орков, сталкивая их в итоге с другими орками. Есть у игры и минусы. Сюжет и проработанность мира, пожалуй, это главные из них. Но в итоге, игра всё равно хорошая. Не ведьмак, но её плюсы перевешивают аналогичные составляющие в ведьмаке. Поэтому я крайне рекомендую её к ознакомлению, особенно в преддверии новой части. Ну или как минимум присоединяйтесь к прохождению на стримах. А на этом всё, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях ваше мнение и ваши оценки игры по 10-бальной шкале. Будет интересно посмотреть ваши оценки. Ну а мы увидимся в новом видео уже очень скоро. А пока, на этом всем пока-пока.